Следующая тема, это тоже отношение к жизни. Я вам сейчас ее объясню глубоко, пытаюсь объяснить. Это я вам тоже рассказываю сейчас благоприятное и неблагоприятное отношение к судьбе. Есть люди, которые очень бодро идут по судьбе. Есть люди, которые спотыкаются, идут неуверенно. А есть люди, которые ползут. И это все зависит от взаимодействия с временем. Понимаете, время это такая штука, которая... Время действует прямо в сердце вот сюда. Прямо в сердце. И оно что делает? Оно нас выталкивает из отношений с самим собой. Оно заставляет нас не принимать себя, не принимать свою жизнь. Заставляет время, заставляет это делать. И когда человек не принимает настоящее, то есть, когда должно быть хорошо, счастье, когда должно быть? Когда счастье должно быть? Прямо сейчас должно быть счастье. Вот прямо на этой лекции, в эту секунду сейчас вы должны быть счастливыми. Но для этого вы должны принять свою судьбу. Сказать, у меня, Олег Геннадьевич, нормальная, хорошая жизнь. Вот примите это, и сразу счастье в сердце придет. Потому что, когда человек принимает, в этот момент он соединяется с энергией счастья. Энергия счастья находится за временем. Понимаете? Вот время, которое напрягает нас, а дальше счастье. Если я говорю, да, я со всем согласен. То есть, я богопослушный человек. Вот уж какую мне жизнь, какую жену, какую страну, как все, бог мне должен. Я со всем согласен, я все принимаю. Дальше счастье. Теперь, если человек не принимает, у него есть два варианта. Первый вариант. Я буду делать то, буду делать все, и тогда буду счастливым. Это называется уход от судьбы в будущее. Или суета. Когда человек начинает считать, что счастье в будущем, то есть, меня от счастья отделяет много работы, образование серьезное. Вот когда выучусь, буду счастливым. Вот когда буду хорошую работу иметь, буду счастливым. Вот когда замуж выйду, буду счастливым. Вот когда то, буду счастливым. Это означает, что человек ушел в свое мышление в будущее. Когда человек ушел в свое мышление в будущее, он судьбу побеждать не может. Судьба побеждается только в настоящем, поэтому ее сначала всегда надо принять. Поэтому Иисус Христос принял свой крест, понимаете? Поэтому Мухаммед никуда не убегал от врагов. Человек заходит ему с мечом прямо, он никуда не убегает. И человек становится последователем Мухаммеда, понимаете? Потому что Мухаммед побеждает судьбу. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть, есть только один способ у всех у нас контактировать с временем, это принимать все, что у меня есть. И принятие это не означает унижение. Человек иногда думает, я принимаю, значит, все, лучше уже не будет. Нет, если ты принимаешь, то это первый шаг к победе, это значит, уже лучше стало. Уже лучше, а будет еще лучше. То есть, принятие подразвивает победу. Вчера два очень разумных молодых человека, муж с женой, пришли ко мне, и у них они не могут друг друга принять, и уже решили расходиться. Они говорят, а если я приму, так все так и останется. Так нет, если ты приняешь, все будет лучше, потому что принятие это первый шаг к победе. И принятие соединяет человека с настоящим временем. Человек говорит, я не могу почувствовать близкого человека, а ты его не принимаешь. Для того, чтобы полюбить, почувствовать, быть счастливым с ним, надо сначала принять. А принять тяжело, потому что я не хотела такого, я хотел лучше. Да мало ли, что ты хотела. Какая судьба, такое получишь. Допустим, хотела высокого и красивого, а если судьба, ну а судьба, естественно, она корректирует все, значит, у тебя два варианта. Или некрасивый и высокий, или красивый, но невысокий. Вот выбирай, что тебе больше нравится. Это не утрирование, я вам не утрирование говорю, это мои наблюдения. Вот женщина, допустим, мужчина грубый, допустим, грубый, такой сильный, жестокий, да, допустим, но он как бы дает деньги, хорошо работает, да. И женщине понравилось, она ушла от него. Он говорит, я с добрым хочу жить. Хорошо, вот тебе добрый, слабый и безработный. Ну добрый. Тебе хорошо относится, но денег нет. Он говорит, нафиг мне такой добрый нужен? Я хочу сильного, как бы, с деньгами. Хорошо, тогда сильный с деньгами и жесткий. Да не хочу я жесткого, я хочу сильного, с деньгами и доброго. Ну ты же не святая, чтобы такого мужика себе иметь. Нету. Запомните, если мужчина сильный, с деньгами и добрый, то он настолько возвышен, что ему даже жена не нужна. Ну же в монастыре, ну просто... И сильный, и хороший, да, есть. Даже в этом зале. Хорошо, я понял намеки, да. Хорошо, ладно. Я понял, что надо сделать. Сейчас. Все, я понял, сейчас мы это сделаем. Это вот как раз и есть отношение к жизни. То есть, это вот прямо сегодняшняя тема. Это как раз вот это и есть, понимаете. Это называется жизнь в будущем или мечта. Понимаете, вот она, вот она, прямо вот. Прямо вот это означает одиночество для женщин. Поняли все одиночество? Уход в будущее. Человек создал идеал, а судьба другая. Надо принимать свою судьбу, принять невозможно. Хочется счастья, но как? Хочется прыгнуть на девятый этаж сразу. Надо вставать на первую ступеньку, первого подъезда, первого этажа. И топать через всю жизнь на девятый этаж. Такие мужики есть в монастырях. Потому что они святые. Таким мужчинам уже не нужна жена, понимаете. Он самодостаточный. То же самое некоторые женщины тоже ищут совершенных. Чтоб она такая смиренная и красивая, и послушная, и добрая, и трудолюбивая. И там и рожала, чтоб как из пулемета. Там оно как... Ну, можно одному остаться, если ты так хочешь. Скорее всего, один останешься. Так не бывает? Что есть судьба, твоя судьба. К тебе придет твоя судьба. Как это говорится? В умные достались в умным, а я досталась тебе. Понимаете? Вот. Ну и так жизнь в будущем. Жизнь в будущем – это определенный тип веры. Вот понимаете, если человек верит в Бога, то он что делает? Совершает аскезы, работает над собой, кается, принимает судьбу, терпит, просит прощения, прощает. Это вера в Бога. Вот так себя ведут люди, которые верят в Бога. Есть три типа веры всего на земле. Некоторые думают, есть как три, есть мусульмане, христиане. Это одна и та же вера, это вера в Бога. Просто она имеет разные, как бы, ну, как бы разные настроения, будем так говорить. В каждой вере и просто свое настроение отношений с Богом. Вот, допустим, у мусульман отношение с Богом очень сильное почтение, восторг, такое, как бы, такое вдохновение, почтение, восторг. У христиан отношение к Богу такое покаяние, такое скорбь, сострадание, такая, понимаете, разное настроение есть. Вообще абсолютно разное. Некоторые даже танцуют и пляшут там в виде Бога, некоторые плачут, другие просто застывают в восторге, понимаете. То есть это просто настроение, и отсюда возникают разные веры. Но это одна и та же вера, это вера в Бога. Есть другая вера, огромная, большая вера, хотя люди думают, что они верят в Бога, но они верят не в Бога. Это называется вера в удачу, понимаете. Веря в удачу, вера в удачу или вера в будущее счастье. Потому что вера в Бога в настоящее человека приводит. Ему надо сейчас покаяться, сейчас исправиться, сейчас над собой поработать, и тогда будет счастье. Человек, который верит в Богу, он так настроен, говорит, я почему несчастье? Потому что я не доделал, не поработал еще над собой, поэтому я несчастен. Это вера в Бога. Дальше вера в удачу или в богатство, или в деньги, или во власть, или в славу. Это все одно и то же. Это вера в будущее счастье. Эта вера неправильную природу имеет, и она разрушает жизнь у человека. Сама по себе эта вера указывает на плохую судьбу, это плохой знак, если человек верит в будущее. Вот выучусь в школе, тогда будешь счастливым, а сейчас пока нет. Вот институт закончу, тогда будешь счастливым. Вот на квартиру накопим, тогда будем рожать детей. Это неправильная вера, неправильное мышление, понимаете? И, соответственно, с верой с этой существует, как бы, ну, допустим, как вот выглядит вера в Бога, как люди, допустим, настроены. Они настроены принимать все, настроены очень возвышенно и чисто, они видят мир красивым, очень глубоким этот мир и всегда побеждают судьбу. Люди видят чистоту, красоту этого мира, то есть они знают, что, ну, что Бог дал, то и хорошо. Ну, то есть и люди живут настоящим, вот что Бог дал, то и хорошо, ничего, они ничего не ждут от судьбы, понимаете? Они не ждут ничего, просто сейчас. Вот что Бог дал сейчас, то и хорошо. И это и есть счастье так жить. Вот это настоящая счастье. Теперь смотрите, второй вариант. Когда человек не хочет так жить, он верит в будущее, понимаете? Что, какую, какая это вера? Понимаете, человек живет в будущем. Значит, вот сейчас я несчастен, но когда закончился, буду счастливым. Закончил. Вот когда устроился на работу, буду счастливым. Вот когда будет хороший у меня должность, буду счастливым. Вот когда я ипотеку выплачу, буду счастливым. Вот когда детей подниму, раз и умер. Внуков поднимут, раз и умер. Ну, то есть, понимаете, то есть все время и счастье в будущем находятся. И он даже, смотрите, как он живет. То есть он на остановке стоит, допустим, по-разному, человек, допустим, в автобус идет. Один стоит, всем улыбается, как бы, шутит, да? И он нравится людям, этот человек. Все вокруг него так толпятся. Второй притягивает автобус глазами. Это вера в будущее счастье. Когда автобус приедет, буду счастливым. Приехал автобус, зашел в автобус, оп, опять будущее. Когда приеду, буду счастливым. Хорошо, приехал, что дальше, вышел из автобуса. Вот когда домой приду, буду счастливым. Пошел домой опять, напряжение все это происходит. Вот пришел домой, что, он уже счастливый? Нет. Он включает телевизор быстрее и смотрит, когда там всех расстреляют, когда буду счастливым. Потом, когда всех расстреляли уже, как бы, он думает, ну, вот сейчас спать лягу, буду счастливым. Спать лягу. Что, он сейчас не встал? Нет, он забылся просто. И так далее. И так каждый день. Почему у человека счастья нет? Потому что он не согласен. Не согласен со своей жизнью. Бунтует. Ну и какая, ну, как бы, какая вообще философия у этих людей? Как они живут? Как вот их жизнь строится? Вот этих людей, которые живут в будущем. Как судьба на них действует? Она действует вот таким образом. Человек бежит куда-то все время. Он не может контактировать с природой. Потому что, когда человек бежит, напряжение, он не может слиться. Он не может контактировать с женой. Почему люди разводятся, вот эти все, которые в будущем живут? А потому что нет отношений, понимаете? Ему некогда с детьми общаться, потому что в этом жизни в такой не заложена система отношений. Чтобы отношения были, тебе надо принять настоящее. Свою жену принять, своего ребенка принять. Принять означает вот с ним общаться, с тем, кто есть. Вот есть, с этой кровью общайся, вот какой Бог дал, все. Приними настоящее. Говорит, а когда все это пройдет? Никогда не пройдет. Надо все принимать то, что есть сейчас. Не ждать, когда пройдет. Жизнь же проходит, правда? А принять не может человек, у него нет сил. А силы берутся от молитвы, от аскезы, от добрых дел. И смотрите, наша жизнь вся направлена на то, чтобы расходоваться. Понимаете? Мы не копим. Вот мы, когда телевизор смотрим, мы что-то принимаем оттуда? Нет. Мы просто развлекаемся. Означает расходуемся. Человек наполняется только в аскезе. Вот побежал, допустим, по лесу, в это время как батарейка, заряжаешься. Добрые дела делаешь, допустим, в семье, для мужа, для детей. Но делать надо в правильном настроении. Понимаете? Думаете, скорее бы приготовить, пошли, нажрались бы, я бы отдохнул. Нет, не так надо. Вам понятно, что тяжело же готовить, и постоянно всех жрать хотят, и каждый день это повторяется. Вновь и вновь. Три часа готовят, они сорок минут едят, и все. Весь труп на смарку, потом заново опять. Вот. Невыносимо так жить. Что же такое? Вот. Понимаете, есть другая жизнь. Есть другая жизнь. Когда человек готовит, он в это время, чтобы не расходовать свои силы, он просто начинает думать о Боге, включает духовную музыку и помнит о ней. И в результате он заряжается в это время. Не расходуется, а заряжается. Когда человек, допустим, готовит, думает о Боге, пища становится освященной. Эта пища побеждает судьбу, несет удачу близким. И ты не устаешь, когда так готовишь. Тоже я не хочу бегать. Ну хорошо, слушай лекцию, когда бежишь. Ты не бежишь, слушаешь лекцию. А ноги бегут. Вот так человек должен жить, понимаете? Он должен настраиваться на то, что приносит счастье все время, наполняться, наполняться в жизни. И когда он наполнен, ему легко отдавать. Вот смотрите, когда человек не понимает, как правильно жить, он не может контактировать с природой, с людьми. Поэтому рушатся семьи, у него рушатся здоровье. То есть человек, который бежит в будущее, он в конце концов вообще ничего не получает. Мы как бы верим, мечтаем, как бы, ну вот в счастье, да? Вот это мечта, в мечте живем, а счастье. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Да, то есть, а счастье как бы. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем, merci beaucoup. Ну, то есть, судьбе, то есть, мы как бы всегда верим, что будет все хорошо в будущее, да? Дальше что? Сорок лет спустя. Сколь дней осталось. Ну, тот же сам мушкетер. Как снять усталость, зеленоглязое такси. О-о-о-о. Притормози, притормози. И отвези меня туда. О-о-о. Где будут рады мне всегда. Ну, то есть, понимаете, человек устает, в конце концов. То есть, он от этой суеты, от этого желания, вот этого вот удачи, он просто выматывается и разрушает свою семью, разрушает свое здоровье. Когда человек верит в будущее и счастье, он разрушает отношения. Он разрушает отношения с близкими, потому что устал, отстанет меня, некогда. Он разрушает отношения с природой, он ее не видит просто, мы некогда. Знаете, он живет для будущего счастья. И какой результат такой жизни для будущего счастья? Результат – это всегда стресс, кризис и разруха в этой вере в будущее и счастье. Человек разрушается внутри себя и начинает, наоборот, жить в тоске, депрессии. Ну, то есть, начинает думать о прошлом. Это второй вариант влияния с контакта с судьбой. Ну, то есть, первый вариант – это вера в счастье, понимаете, то есть, в удачу. А второй вариант – это депрессия, тоска и мысли о прошлом. Человек думает о прошлом. Что же правильно, как правильно относиться к судьбе, принимать ее? А чтобы принимать ее, нужно для этого от нее отвлечься, понимаете? И человек может только несколькими способами в жизни отвлечься от судьбы. Первый способ – служить Богу, думать о Нем. О кому служим, о том и думаем. Второй способ – служить людям. И третий способ – служить природе. Все. Когда человек служит, то есть, заботишься о природе, любишь природу, думаешь о ней, получаешь здоровье. Заботишься о людях, служишь им, получаешь социальную силу, семью, работу, детей и так далее. Когда служишь Богу, получаешь возможность побеждать непреодолимые препятствия. Понятно? Так давайте еще раз повторим. Три стадии приближения к победе над судьбой. К победе еще нет никакой приближения. Судьба что со мной сделала? Она зарканила меня за мозги. То есть, я считаю, что кто-то мне испортил жизнь. Вот с этой стадии надо сойти. То есть, Олег Геннадьевич, вы понимаете, ну так оно и есть ведь, понимаете? Ну вот, вы говорите, сойти с этой стадии. Ну это даже так и есть, понимаете? Вот этот человек, нет, действительно, он меня там в тюрьму сажает, он меня то, он меня сё. Поймите, так действует судьба через этого человека. Он просто инструмент в руках вашей судьбы. И когда вы сойдете вот с этой платформы, что он виноват, вы потом увидите эту судьбу свою, вы почувствуете ее. То есть, и так, первая стадия, виноват не человек. Так действует моя судьба. И принять вот эти слова, которые я сказал, очень трудно. Со скрипом мозгов, понимаете? Судьба у меня, блин, такая. Не ожидала. А я думал, что у меня лучше судьба. Я вот думал, что мне больше воды положено. Положено всего одна бутылка. Вот. И как только человек принял судьбу, с этого момента стало легче жить. Сразу же. Вопреки ожиданию. Просто это судьба, это не человек, сразу уже легче жить. Потому что, когда человек думает, что кто-то виноват, он обестачивается на этого человека. Это называется отрицательная связь. Это называется негативный контакт. Понимаете? Негативный контакт делает человека, ослабляет его очень сильно. Делает его несчастным. Меня предали, меня обманули. Все плохо, все тяжело там и так далее. Человек становится несчастным. Хорошая судьба, да? А это можете взять. У меня же одна бутылка должна стоять. Спасибо. Спасибо. Я немножко буду шутить с вами. Это помогает в жизни. Ну, какие песни, допустим. Было время, был я весен, без причины, просто так. И износилось много кресел на вокзалах поездов. Ночь яблоком стучит в окно. И покуда теряется птиц и крик. Знаю, знаю, знаю одно. Был душой я молод, а теперь старик. Ну, то есть, видите, уход в прошлое. Уход в будущее есть. Неблагоприятный знак. Уход в прошлое. Еще хуже. Сломался человек. Все. Никто меня не любит, никто не уважает. Поеду на болото, знаемся, жабаня. Вот. Понимаете? Неблагоприятное мышление. Слепая. Слепая стала еще лучше. Спасибо. У меня просьба в следующий раз, на следующей лекции, больше воды нести не надо. Не хватит. Спасибо. Спасибо вам всем. Добрые люди. Буду сейчас кидаться цветами. Ладно. Итак, запомнили? То есть, судьба нормальная. Понимаете, у вас нормальная судьба. Просто вы не хотите с ней согласиться. Вот эти три стадии надо пройти. Первая стадия – это моя судьба. Вторая стадия – это не судьба. Это просто я что-то делал не так в прошлом. И эту стадию надо пройти. Ну, какая разница, что я там в прошлом делал. Надо просто этим что-то сейчас сделать и все. Вот, допустим, аборт сделала. Вот гады меня подговорили, как бы. Это муж заставил. Все. Негодяи. Хорошо. Не муж заставил. Такая у меня судьба. Не было знания. Хорошо приняла свою судьбу. Теперь. У меня же убило ребенка там. Я теперь грешница. Ну, хорошо, как бы раскайся с этой грешницей. Ну, раскаялась. И потом женщина начинает понимать. Ну, это просто вот объем работы и все. Это вот груст на моем сердце, который надо преодолеть. Как? Любить детей, обо всех заботиться. Не мыслями плохими, а мыслями хорошими. То есть надо что-то делать хорошее, и эта вся энергия плохая сгорает, и все нормально. Понимаете? Мы столько уже злых дел в своей жизни сделали, и все равно живем, и все нормально, потому что мы побеждаем судьбу. Один мужчина ко мне подошел и говорит, Олег Геннадьевич, скажите, от чего у меня, от чего тяжесть в сердце? Груз судьбы на меня висит тяжелый. От чего? Я говорю, я посмотрел на него, Господи, думаю, Господи. И смотрю у него, как, ой, там много-много людей убил человек. Глаза, взгляд холодный такой, аж прям морозит. Думаешь, может, меня тоже сейчас убьет? Жить же хочется всем. Я говорю, вы говорю, в прошлой жизни много людей убили. Он смотрит на меня, говорит, Олег Геннадьевич, я уже в этой жизни много людей убил. Представляете, человек, несмотря на это, смог в себе этом сознаться, смог несколько лет молиться, раскаиваться, смог на такую исповедь прийти, что он просто вот говорит человеку, это же опасно такое говорить, можно же идти им эту информацию передать куда-то, правда? Вот, он все это делает, не боится ничего, просто принимает свою судьбу, по-доброму относится к ней. И какой результат? Человек очищается. Он понимает, что это просто объем работы, это третья стадия, понимаете? Что бы я там ни сделал в прошлом, там мужчина мне приходит, говорит, Олег Геннадьевич, я, ну, вчера на консультации была такая, мужчина говорит, Олег Геннадьевич, меня жена, ну, как бы, меня жена изменяет и живет со мной прям, вот нагло изменяет, я терплю, не бросаю ее, молюсь. Я говорю, нужно, вам нужно, говорю, вот принять судьбу, ну, принять вот, что жена так себя ведет, это ваша судьба, принять ее нужно. Он говорит, Олег Геннадьевич, я уже принял. Я вот живу спокойно с ней, не смотря на то, что она изменяет. Что дальше-то делать? Я говорю, вы должны понять, ну, от чего это? Он говорит, от чего? Я говорю, ну, вы же знаете, говорю, уже вот прямо живя с этой женой, вы от нее гуляли долгое время, до того, как она от вас начала. И она разочаровалась в вас в результате. Он говорит, ну, так и было, да, согласен. Я поэтому и терплю. Он говорит, а когда, а дальше что? Вот она гуляет сейчас. Я говорю, вот смотрите, давайте изучим стадии ваши. Вот она сейчас гуляет. Вам спокойно стало в сердце? Вы приняли судьбу? Он говорит, да, вот встала, она гуляет, я спокойно. Живу просто с ней ради детей, ради семьи. Вот жену живу спокойно, понимаю, что это моя судьба. Говорит, что дальше? Я говорю, следующая стадия будет такая. Вы начнете с ней общаться, разговаривать, как будто бы она не гуляет. Ну, по-доброму, как друзья. Это будет вторая стадия победы над судьбой. Он говорит, уже что-то такое пошло. А что будет еще дальше? Третья, я говорю, это видите, между ними началась излучшаться судьба. А третья, говорю, у нее совесть проснется, и она начнет понимать, что она неправильно ведется в отношении к вам. И перестанет гулять. Он скажет, понимаете, Олег Геннадьевич, вы это в лекциях все говорите, я это уже знаю. Но меня не это волнует. Он говорит, меня волнует то, что, я понимаете, я не хочу жить с предателем. Вот я, допустим, ну, я вот, ну, все, вот она исправится, раскается, но, понимаете, она же предатель, она же нечестный человек по отношению ко мне. И вот как мне с этим жить вот теперь? Я говорю, а вы сами по отношению к себе честный человек? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну, в смысле вы, вы сами-то свою жизнь не предавали, изменяя своей жене раньше. Он говорит, это что, я свою жизнь предавал, что ли? Да, конечно. Вы же сами свою жизнь исковеркали, понимаете? Вы ее сами разрушили. И теперь вы говорите, я живу с предателем. Вы живете с предателем, это факт. Но этот предатель, это вы сами. Вы сами предали свою жизнь. И теперь получили такой результат. И он говорит, я понял. Значит, все нормально? Я говорю, конечно. Понимаете, представляете, если я сам предатель, значит, все нормально. Если кто-то предатель за мной, невыносимо. А если я сам предатель, ну, слава Богу. Представьте, как человек устроен. Он себе вот что хочешь позволяет. А другому человеку ничего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok